А кто это там? Раньше там никого не было Пойдем заглянем в гости Антиквар О Слышал про тебя Привет Доброго здоровья Ты антиквар? Да, это я Что-то нужно от меня? Да мне лапша сказал, что у тебя есть патроны для револьвера, Ругер Можешь продать? Продать не продам, а вот поменять могу Меняю один барабан с шестью бронебойными патронами на три бутылки водки Ну что ж, по рукам Пойду найду тебе три пузыря Вот, держи три бутылки водки О, вот это дело Давай ее родимую сюда Да, а вот и тебе как договаривались Барабан с шестью бронебойными патронами к револьверу Ругер Давай А у тебя еще патроны есть? Да У меня есть еще бронебойные патроны для Ругера Неси еще три бутылки водки И еще один барабан твой Хорошо Договорились И че? Так до бесконечности шо? Ну давай ща зацепим из своего треника Ну, шесть бутылок водки И накупим патронов для Ругера Приходите и выигрывайте Пока антиквар здесь О, блин, даже не глянул Че у него там еще есть в продаже Ну, ща глянем Водка у меня тут А заодно скинем свои Новые стволы Которыми все равно пока не собираюсь пользоваться И дыша перегаром Материца охранник Мы дорогу домой Прорубали каилом Лязнул крепкий засор Справку выдал начальник Антиквар, у меня есть еще водка на обмен Вот и хорошо Давай три бутылки водки И забирай один барабан с бронебойными патронами Вот, держи И еще разочек Ого, что у него тут есть Левис МГ Левис вообще-то читается, да? Английский пулемет времен Первой мировой войны 1913 года Понятно 7.62 на 54 стреляет Ага Штурмгевехр 44 Я по-немецки не шарю Как оно там правильно читается Не знаю МП-41 О, вот это вот больше уже наш мастер похоже Да-да-да Обычная мосинка С оптикой Это что? Бар А какие он функции выполняет? Снайперка что ли? Или че? Похоже на это Правда, почему-то без прицела ППШ Ладно, хороший у тебя ассортимент Но покупать я это не буду Если только в крайнем случае И понадобится за чем-нибудь Мне это старье Пойдем патроны для Рогера Положим в тайник И отправимся в Припять Или нет Сперва здесь, наверное, заночуем А с утра отправимся в Припять Обладателем денежных средств И здорового азарта Предлагается сделать ставки В нашем тотализаторе И выиграть Или как повезет Честная игра Для настоящих сталкеров Добро пожаловать в тотализатор Видим, что не в зоне Букмекер ждет вас Вогодний рядом с тюремным подвалом Че за кипиш Замудился как-то долго Он один, что ли, был? Вот завалили и второго постового Который все время деньги просил Вояка сюда как-то попал Рядом контролер Ошивается Сталкер ему Пошел вон отсюда покасал Контролер обиделся Ну, ты сдурел, что ли? Нужна мне твоя развалюха, что ли? Честная игра Одна для настоящих сталкеров Добро пожаловать в тотализатор Видим, что ли, соня Букмекер ждет вас Вогодний рядом с тюремным подвалом Приходите И выигрывайте Здравствуй, сталкер Всегда приятно видеть Интеллигентное лицо Среди братков Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok У тебя там всё пучком, а не как? Ну ты по пучком А, зашибись! Как я и знал, что сгнали по этой аномалии Только чтобы на вышках Мы забили тревоги Ты на сквольных ветрам Отпусти со с ума Только чтобы на вышках Не забили тревогу Отмотались Да-да От звонка до звонка Лес даёшь мне рубить Наши руки устали И глаза режут дым Ну давай здесь заночуем Ну давай здесь заночуем Вот здесь вот Ну всё, теперь светло Типа Тепло И можно пускаться в дальний путь Мы дорогу домой Прорубали Гарелом Для сну кресли Вот такой Позор Позор Черт Так Типа 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 Продолжение следует... 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 Есть переход... Продолжение следует... 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 В ящике ничего нет. Кажется, я там еще псевдогиганта слышу. Не допрыгнул. Ладно, здесь залезем. Вот в этой части я еще ни разу не был. Надо обследовать на предмет хороших артефактов. Обычно вот в таких заброшенных местах они и валяются. Что тут было интересно? Ангары какие-то, то ли гаражи непонятные. Псевдогигант где-то там лазит. Во! Что-то рубиновое. Батарейка рубиновая, да. Это я удачно сюда заглянул. Ой-ой-ой, здесь радиоактивно. Ладно, хорош здесь лазить. Пойдем к призраку. Ребята, как с academics, мы в됐ное дело. Пойдем к призраку. Пойдем к isnne. Пойдем к quandу. Пойдем ты carshorse. Пойдем к бывару заехать. Пойдем к при느� Bengal. Ж々, давай-üğerten сует Harvik. Что otras ж Democrats. Кто-то там стреляет. Ага, кто-то с химерой воюет. Ну, воюйте, воюйте. О, призрак вроде на месте. Привет. Привет, вот и свиделись. Здорово, стрелок, заходи. По делу небось. По делу, как же без него. Ты Борову через курьера информацию ку-какую передавал? Ну было, а что? Тебя, наверное, удивляет, что я с бандитами связался. Боров хоть и ублюдок редкостный, но платит хорошо. А нам тогда позарез деньги нужны были. Вот и ввязались мы с клыком в эту аферу. Добыли нужную информацию и передали ее через курьера. Понятно. Но вот такое дело, беда случилась. Курьера того, мародеры. Нет, он живой, но ПДА потерян. Вот чёрт. Та информация в единственном экземпляре была. Хотя, хотя... Погоди, вспомнил. Клык вроде делал копию. Вот только сохранилась ли она у него? Ты предполагаешь, что у клыка должна быть копия? Да, скорее всего. Он мужик дотошный, любит перестраховываться. Так что теперь тебе только клык поможет. Ну что ж, остаётся одно. Идти к клыку. Ладно, бывай, может ещё увидимся. А что ещё такое? Тебя один человек тут недавно разыскивал. Представился фокусником. Говорит, если стрелок появится, то пусть его найдёт. Фокусник, говоришь? Не знаю я такого. А что он хотел и где его искать? Что он от тебя хотел, он не говорил. Сказал, что очень хочет с тобой повидаться. Ждать будет здесь, за Припятью, недалеко в вагончике. Говорит, иди в сторону гаражей, что в юго-западной части Припяти. Там переход за пределы Припяти на гаражах и найдёшь. Понятно. Ладно. Пойду попробую разыскать этого фокусника. Тем более, что я, кажется, знаю, кто это может быть. Да, клыка-то здесь теперь нету. Вот тут он последний раз был. Ну ладно, пойдём фокусника найдём. Что это за фокусник такой? Тем более, что я, кажется, знаю, кто это может быть. В юго-западной части, да? Ну, юго-западной части-то у нас примерно там. В какую сторону я сейчас иду? Гаражи, где там есть, я знаю. Вот эти вот, наверное, гаражи имелись в виду. В общем-то, я представляю, что меня дальше ждёт. Обберут меня опять до нитки. Хотя и пообещают всё вернуть. Но как в этом мире часто бывает, что-нибудь важное забывают вернуть. Так что я сейчас от всего хабара на время избавлюсь. Вот так. Остальное либо нельзя выбрасывать, либо невозможно. Спрыгнуть здесь не получается. А где же? Блин. Может, на этих гаражах? О! Вот он, переход за пределы Припяти. Чё тут написано? Ни хрена не разобрать. Вот он где-то рядом уже, этот фокусник. Вон он стоит. Мэрвин. Так вот, кто этот фокусник. Да это не фокусник, а настоящий волшебник, блин. Привет. О, Мэрвин. А я так и думал, что это ты меня ищешь. Ну, здравствуй, ученик. Давно я тебя жду, чтобы должок вернуть. Какой ещё должок? Мэрвин, за что же это ты меня так приложил от души и все вещи отобрал? За твоё предательство перед братством, Монолит. Тебя вообще надо было убить, это я ещё пожалел тебя. Нравишься ты мне, несмотря ни на что. Думаю, что это доктор гад такой тебя с пути истинного сбил. Ну ладно, будем считать, что мы с тобой квиты. Хорошо, квиты, а дальше что? А дальше, если хочешь вещи и оружие своё вернуть, то придётся тебе выполнить кое-что для меня. Тебе же не впервой по Припяти в одном свитере и с ножом гулять. Как и в первую нашу с тобой встречу, дам тебе ещё раз пистолет и две пачки патронов к нему. Хватит издеваться, что надо сделать? Убить фельдшера! Подождём, пока музыка кончится. Фельдшера убить? Не хочу я фельдшера убивать. Ах, чёрт. Он у меня детектора аномалий даже забрал. Но песник вроде неплохой дал. Кольт Мервина. Хм, ладно. Что же делать-то? Фельдшера, говорит, убей. А может мне его убить? Ладно, пойдём сходим к фельдшеру, что он скажет на это. Я думаю, он не будет в восторге. А где выйти-то отсюда? Тут нету выхода. О, тут ещё один вагончик. Только в него зайти невозможно. Блин, всё какое-то здесь нереальное. Вроде всё своё, родное. Но нереальное. Как будто в параллельную вселенную заглянул. КОНЕЦ